Рассмотрим некие моменты психофизики, психофизического, энергетического применения как одного из элементов бесконтактного боя Но бесконтактный бой это просто бренд На самом деле есть контакт Контакт на уровне физики, на уровне механики, на уровне психологии, физиологии, энергетики И это некая комплексная работа Посмотрите, допустим, идет, идет, человек делает шаг и наносит к ним прямой удар Вот он идет, прямой удар Все начинается из головы То есть его мотивация, что есть какой-то нехороший человек, которому нужно дать в голову И как правило на улице бьют в голову Не куда-то в корпус, а как правило первая мотивация дать в голову И вот что получается Его программа направлена на то, чтобы мне сейчас задать этот удар Плюс ко всему, с позиции рефлексотерапии Когда человек в состоянии ярости гнева Его центр масс, центр тяжести повышается Он становится менее устойчив Когда человек расслаблен, его центр масс, центр тяжести ниже И посмотрите, вот идет удар Здесь Пульс как бы чуть сильнее и реанее Боковой На самом деле, то есть это все смотрите Чтобы было понятно То есть это все град ударов Еще раз То есть смотрите, все это удары Но есть работа на мягкой Скажем так, вроде бы жесткая работа на уровне физики То, что показывалось до этого Когда удары наносятся в физическое тело А есть как бы со стороны, кажется, мягкая работа Но это как бы комплексная психофизическая, энергетическая работа И на уровне ментального И на уровне астрального И как бы других моментов Ну вот Боли, бокалы И на уровне И на уровне И на уровне То есть, если вы грамотно владеете некими, еще раз, не обязательно вам и бить человека, наносить. Хотя, смотрите, это все, да? Еще раз. Хорошо. Немножко отдыхаем. Просто, вот сейчас скажи, как бы, свои на камеру просто ощущения, да? Ну, и то, что до этого, допустим, видел, какие-то вещи там на видео, да? Просто со стороны они кажутся как бы некими поддавками. Просто по-горячему, как бы, да? Да нет, тут рефлексы работают как-то, и вот бросает тех куда-то в другую сторону. Что-то сказать-то можно, все видно. Цель одна, не достигаешь, а потом падаешь, и что-то... Все. Меня зовут Стас, я из Ставрополя. Значит, давно хотелось познакомиться с Вадимом Втором. Видел видеофильмы. Ну, конечно, со стороны все это казалось чем-то необычным. Но хотя внутри я знал, что это существуют такие вещи. Вот. И занимался я много, проходил всяких тренингов разных, там, НЛП-тренинги, там, личностного роста. Вот. Мне очень было интересно находиться на этом семинаре. Познал для себя некие новые состояния. Это на грани таких своих, так сказать, каких-то возможностей нервных. То есть, бывало даже немножко и больно, и очковато в какие-то моменты. Вот. Но на самом деле позволило мне как-то раскрыть свою другую сторону. Ну, скажу, что довольно-таки, мне кажется, сейчас уже судить сложно о том, что я получил. Но вот у меня ощущение, что я приехал не зря сюда. И такая методика очень своеобразная и эффективная. Вот. Поэтому всем, кто хочет, приходите, занимайтесь довольно-таки интересно. Ну, да, приехал я даже не из Хабаровска, а из города Бекин, Хабаровского края. Многие путают, из города Пекин, но это в Китае. А я россиян. Приехал сюда с целью получить направление для развития какого-то духовного, внутреннего, ну, а также и физического, в смысле рукопашного боя. Ну, я получил то, что я хотел. Я получил направление для своего развития. К чему стремиться здесь показали, рассказали начальные какие-то базовые навыки. То есть, в принципе, какие-то движения, что-то. Базу я получил. Дальше зависит все от меня. Желание есть, значит, вперед надо развиваться. А база хорошая. Я считаю, что это достойное занятие на ближайшие несколько лет. Желаю всем развиваться в том же направлении. Спасибо.